Вперед, торпеда! Защищай свои цвета! Я желаю команды соперника, чтобы постарались добраться до финала. И надеюсь, что в этом году какая-то команда из ФНЛ выиграет кубок. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Вы несколько дней назад играли с торпедо в чемпионате в рамках «Пенес» на ФНЛ. Вы видели прошлый матч. Вы можете какие-то детали в игре подметить? Подметили детали? Изменения вы имеете ввиду? По сравнению с матчем в Калининграде? Да. Мы только в составе были. Стратегия оставалась такой же. Потому что, я думаю, за три дня кардинально что-то поменять нельзя. Мы сосредоточили на том, чтобы не сделать тех ошибок, которые были решены в прошлом матче. К сожалению, не удалось их избежать. И стандарт привел к нашему поражению. А глобально за три дня очень сложно что-то поменять. Я думаю, что стратегически торпедо хорошо нас изучило и мои соперники. И сюрпризов сегодня не было для команды. Продолжаем. Исполняющий обязанности главный тренер футбольного клуба «Торпед Москва» Сергей Игнашевич. Сергей Николаевич, с победой. Ваши впечатления от игры? Ну, в первую очередь, мы очень довольны тем, что мы вышли в четвертьфинал. Я думаю, и ребята, и особенно наши болельщики, счастливы. Собственно, вот это главный итог сегодняшнего дня. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Сергей Николаевич, вы несколько дней назад играли с Балтикой в рамках чемпионата ФНЛ. Вы видели какие-то, естественно, слабые стороны в игре? Балтик, вопрос ли сегодня использовать как-то? Спасибо. Ну, мы, конечно, сделали выводы из нашей предыдущей игры. Мы видели, как Балтик немножко перестроил свой футбол по нашу команду, по нашу игру. И преимущество было у Балтика существенное в матче 3 дня назад. Конечно, мы сделали небольшие корректировки. И считаю, что план абсолютно сработал наш. Еще вопрос. Пожалуйста. Сергей Николаевич, первый вопрос. Как думаете, у вас, в принципе, такая достаточно сетка, не самая сложная, скажем так, в топ-ку? Нет? Реально ли Копедо в нынешнем составе, может быть, с каким-то изменением весной взять кофей? Ну, так мы не думаем совершенно об этом. Кубок – это такой турнир, где все матчи на вылет. И каждый может обыграть каждого. Тем более в нашей сетке. Вы видели, у нас такие соперники. Поэтому, я думаю, что абсолютно одинаковые шансы у всех командов выйти в финал в нашей половинке. Продолжаю этот вопрос. Вы сегодня вышли в 1-4 финала. И будет ли у Торпедо задача взять кубок или все-таки занять место повыше ПНЛ? Какая для вас задача приоритетна? Мы решаем две задачи. Еще вопрос. Было бы три турнира и решало бы задачи в трех турнирах. Ну, вот как раз, опять же, продолжение вопроса. Реально стоит задача выйти. Ну, учитывая, что владельцы и руководство клуба уже не раз заявляли, что еще не знают, точно будут команды, точно будут команды играть. Например, если по спортивному принципу туда отберемся. Если мы по спортивному принципу отберемся, то выйдем. Будете играть, да? Точно. Сергей Николаевич, в первом тайме Фишелан, на котором начинался атаки в боксе, получал очень много пространства. В втором тайме его активно начали прессинговать, поджали, и почти не было никаких опасных моментов. Это была команда в перерыве или просто так, по ситуации просто дошло? Ну, мы готовились не только к Шчела, но и ко всем остальным. И я не заметил какой-то корректировки, о которой вы сказали. Потому что в первом тайме вообще, то есть, у него была свобода, а во втором тайме его как будто поджали. Ну, в первом тайме играли с двумя нападающими. В втором тайме немножко перестроились темы. Ну, вы видели, поле не позволяло, особенно играть в Миндзон, поэтому и сказать... Кстати, как он первый нарос? Ну, мы люди привыкшие. Мы все дома. Давай, Дим, заключительный. Да, немножко ностальгический вопрос. Учитывая, что это была последняя кубковая игра на этом стадионе, и осталось уже три матча именно в рамках чемпионата. Есть ли у вас и у игроков тоже какие-то особые чувства, связанные с ареной, именно в силу того, что очень скоро уже она перестанет существовать в ее нынешнем виде? Ну, мы подумаем еще над этим вопросом, потому что действительно такая история стадионная. И ближе к последнему матчу, наверное, решим, как мы попрощаемся с ним. Наверное, трофея себе на память возьмем на стадионе. Я точно возьму. Всё, тогда стадион для меня равный.